Музыка Транспортный комплекс в 2016 году показал стабильную работу. Мы прошли этот год достаточно уверенно, несмотря на все вызовы и непростую экономическую ситуацию. Выросли грузовые перевозки, грузооборот увеличился более чем на 1,5%. И, конечно же, в первую очередь всех волнуют вопросы, связанные с дорогами. Здесь мы можем охарактеризовать 2016 год как шаг вперед. Протяженность федеральных дорог, находящихся в нормативном состоянии, достигла рекордной отметки 71% от всей протяженности наших дорог, более 35 тысяч километров в физическом объеме. И в 2017 году мы тоже будем планомерно приводить наши дороги в нормативное состояние, доведя эту планку более чем до 77%. Что касается нового строительства, то здесь хочу отметить, что введено было в эксплуатацию более 300 километров дорог, из них треть – скоростные дороги. И в субъектах Российской Федерации приведено в нормативное состояние порядка 14 тысяч километров региональных и местных, и муниципальных дорог, и построено около 3 тысяч километров. В прошлом году был дан старт проекту «Безопасные и качественные дороги». Это очень важный проект, который реализуется под гидой президента Российской Федерации. И здесь уже развернута работа в 34 субъектах Российской Федерации. Всего задействовано 37 городов, где проживает более 500 тысяч человек. И такой будет беспрецедентный охват в территории, на которой живет более 40 миллионов наших граждан. Эффект от этого проекта мы уже увидим в рамках этого года. Так, не менее 50% в этих городах дорог будут приведены в нормативное состояние за ближайшие к два года, 17-18, а до 25-го срока реализации этого проекта не менее 85. То есть, с учетом шестилетнего межремонтного периода практически вся сеть будет приведена в нормативное состояние в этих 36 агломерациях. Конечно же, мы и в этом году будем уделять особое внимание именно развитию дорог. Самый главный наш проект в этой части – Керченский мост. В прошлом году он уверенно именовал точку экватора. И сейчас строительство идет даже с некоторым опережением графика. Мы абсолютно уверенно заявляем, что в следующем году, как обещали всем, и президенту Российской Федерации, рабочее движение по автомобильной части моста будет открыто. Не менее важным с точки зрения связанности нашей страны является железнодорожное хозяйство. Дороги железные уже более 150 лет являются каркасом грузовой и транспортной системы. И здесь тоже можно констатировать, что несмотря на падение темпов ВВП, объем грузов, перевозимых по железной дороге, хоть ненамного, но все-таки вырос. Конечно, мы развивали аэропортовую инфраструктуру. Во многом, благодаря программе подготовки чемпионата мира, были введены в эксплуатацию аэропорты в Волгограде, в Нижнем Новгороде, в Тюмени в самом начале уже этого года. Планируем в ближайшее время открыть аэропорт в Анапе для наших курортных направлений. Открыт аэропорт Жуковский, это тоже такой знаковый был проект. Фактически это четвертый аэропорт здесь, в Подмосковье. И я уверен, что в этом году он выйдет на плановые показатели своей работы и будет серьезным подспорьем для авиаперевозок и без того перегруженном московском авиационном узле. Были реализованы ряд проектов, в том числе заработал полную мощность порт Бронко в Санкт-Петербурге. Но самое главное, что отрасль показала стабильные результаты роста, опять же, на фоне, в общем-то, некоторого общеэкономического снижения. Этот рост исчисляется почти 7% и достиг в абсолютных значениях оборот 720 миллионов тонн грузов. Это тоже рекордные показатели. Не забывали мы и о морских перевозках, пассажирских. Были открыты новые морские вокзалы в Мурманске, в Петропавловске, Камчатском. И Керченская паромная переправа, эта морская перевозка, тоже показала рекордные результаты. Более 6 миллионов человек было с 30% ростом по отношению к 2015 году, было обслужено паромами, работающими на этой переправе.